Всем большой привет! С вами Юля. Это будет видео по запросу. Меня девчонки просили сделать видео об уходе за кожей в зимнее время года. Оно, конечно, будет больше такого теоретического характера, но я думаю, что я здесь много информации важной для вас расскажу, потому что у меня у самой суховато кожа тела в летнее, весеннее, ну, в общем, в теплое время года еще так это все неплохо происходит. Ну, вот когда начинается зима, отопительный сезон, перепады температуры, сухой воздух в помещении, вот тогда у меня действительно очень сильно сохнет кожа тела. И колготки, да, еще я бы сюда добавила колготки, то ли вот это трение об коже, то ли где-то, может быть, синтетические материалы, я не знаю, ну, просто то, что даже кожа не дышит. Что я в первую очередь делаю? Ну, во-первых, стараюсь не лениться, прямо вот тормошу себя и на ежедневной основе увлажняю кожу тела. То есть, если летом, весной я могу прям там смело несколько дней, ну, подзабить, да, на молочко, на крем, на бальзам для тела, то зимой это неприемлемо. Прям вот стараюсь, знаете, каждый раз после ванны или после душа на распаренную кожу наносить увлажняющее средство. По поводу масел. Безусловно, масла очень круто, глубоко увлажняют и питают кожу тела, но я делала такую ошибку, я об этом много раз говорила, что я пыталась прям вот часто или ежедневно пользоваться маслом. Это не работает. Маслом, на самом деле, нужно пользоваться 1-2 раза в неделю и остальные дни кремом либо молочком. Так кожа увлажняется лучше, это 100%. То есть, масло, я в основном масла для тела, я в основном использую, знаете, когда, ну, вот когда я, например, принимала ванну, либо после душа на распаренную кожу и очень классно работает, когда в ванной еще, знаете, есть пар такой горячий, тогда я хорошенечко наношу масло и вот тогда, да, кожа потом просто как у младенца, но не каждый день, потому что тогда, наоборот, вы будете пересушивать кожу, а на ежедневной основе какое-то легкое молочко либо крем. Некоторые из вас жаловались, что кожа очень сухая, что уже начинаются и раздражения, она уже такая сверхчувствительная, есть покраснение. Вот уже когда дошло до такого, вы, возможно, уже не отделаетесь просто каким-то кремом либо косметическим молочком, вот чем-то таким из супермаркета, из косметического магазина. Здесь, конечно, лучше подключать какие-то серьезные соцсредства. Этой зимой меня выручает вот такая вот пенка Аэрозоль Сильверио, и это именно не косметическое средство, то есть это уже не ежедневный бытовой ход, это именно профессиональное аптечное средство. И здесь есть микрочастицы серебра, которые как раз справляются с какими-то, знаете, раздражениями, покраснениями и очень хорошо подходят для чувствительной кожи. Данное средство подходит вот когда кожа в таком раздраженном состоянии, то есть если у вас вот есть те самые покраснения, такая вот, знаете, кожа на все реагирует, даже вплоть до такого, что реагирует там на горячую воду, на трение от одежды. Вот здесь как раз вот эти микрочастицы серебра, они дают такой противовоспалительный антибактериальный эффект. Кроме того, пенка очень хорошо, глубоко увлажняет кожу. Этот эффект длинный, пролонгированный, она быстро снимает вот эти раздражения, то есть они действительно с ней быстро проходят, поэтому она подходит для чувствительной кожи. Кожа склонна к аллергическим реакциям, также она подходит и для младенцев, и для взрослых. Производит данный продукт в Германии, именно фармацевтическая, а не косметическая компания. За счет формата пенки она легче распределяется, она очень круто впитывается. У нее такая текстура, знаете, очень богатая, немножко, ну вот как сказать, питательная, но в то же время не сильно жирная. То есть она хорошо распределяется по коже, быстро в нее впитывается. И здесь помимо молекулярного серебра, здесь много других активных компонентов. Здесь есть церамиды, тоже очень классный компонент для сухой, для чувствительной кожи. Здесь есть каприловый триглицерид и есть молочная кислота. Молочная кислота, это кислота как раз, которая показана для сухой кожи, чувствительной кожи, которая из всех кислот, она немножечко так успокаивает кожу. То есть состав весь направлен на увлажнение, антибактериальный эффект, снятие раздражений, на устранение каких-то дискомфортных ощущений и зуда. И для моих подписчиков в описании этого видео будет промокод и на сайте аптека.ру вы сможете приобрести это средство со скидкой. Но если у вас в принципе все неплохо, вы просто хотите поддерживать кожу в таком хорошем, нормальном состоянии, то вот что я делаю, это кремы на ежедневной основе. Один-два раза в неделю это как масло, либо масляный бальзам. Мы с вами варили, кстати, бальзам. Я снимала видео, как я делаю бальзамы для тела. Это более густое, будет более плотное средство. Мне кто-то там написал, ну это же масло, это жирное. Ну да, это масло, поэтому оно жирное. Но я это больше воспринимаю даже как какую-то спа-процедуру на дому. Я это делаю раз в неделю, ну или два раза в неделю, да, как успеваю, как времени хватает, чтобы именно глубоко напитать кожу, насытить ее какими-то микроэлементами, которые есть в маслах. Но это не на каждый день. И поверьте, на распаренную кожу после ванны это впитывается довольно быстро. Вы не будете ходить с такой жирной пленкой. Зимой мне чаще хочется принимать ванну. Вообще, мне кажется, время для ванны это больше зимнее время. Но я предпочитаю принимать ванну чаще, но не так уж долго. То есть я не сижу никогда в ванной. Как знаете, у меня подружка может принимать ванну там полтора часа. Я не знаю, мне кажется, там просто в амфибию за это время можно превратиться. И опять же, кожа уже слишком сильно тогда распаривается. Знаете, я не люблю вот это ощущение, когда на кончиках пальцев кожа аж вот собирается... Ну, когда ты долго-долго сидишь в горячей ванне, кожа аж собирается в такие вот, ну, типа морщинки. То есть я предпочитаю в ванной, ну, находиться минут 20. Опять же, температура, чтобы была теплая, но не слишком горячая. Потому что горячая вода, ну, она сушит кожу. И в принципе, не всем это подходит. Ванну я обычно принимаю либо с солью, либо также я очень люблю добавлять гидрофильные масла, гидрофильные плитки в ванну. Тогда уже вы будете выходить из ванной, и у вас на коже будет такая защитная пленочка из масла. Но это должно быть именно какое-то гидрофильное масло, либо гидрофильная плитка. Потому что так масло в воде, естественно, не растворяется. Губки для тела. Вы знаете, по весне, кстати, у меня был запрос, я так и не сделала массаж, сухой массаж щеткой для тела. Но это теперь уже я буду делать, скорее всего, весной. Потому что сейчас я эти процедуры откладываю, да. Сейчас и так кожа суховата. И как-то все вот эти антицеллюлитные процедуры, они у меня больше переходят как-то на раннюю весну, да. Ну, то есть, когда уже конец зимы. Сейчас, нет, я этого не делаю. И более того, я даже перехожу на какие-то более мягкие мочалки. То есть, я не пользуюсь сейчас такими жесткими мочалками. У меня кожа для них слишком чувствительная. И у меня сейчас максимально такая мягкая мочалка. По-моему, она из водорослей, которая дает очень густую и обильную пену. То есть, если от нее удобно вспенивать мыло и также гель для душа. И она совершенно не травмирует кожу. Я особенно рекомендую перейти на такие мочалки, если у вас есть вот эта проблема с сухостью кожи, чувствительностью кожи. Потому что такие мочалки, они менее травматичны. Также душ. То есть, я знаю, что многие любят принимать душ. Знаете, когда после душа у вас кожа аж такая красная, как у поросенка. Опять же, это несовместимо. Если у вас чувствительная кожа, если у вас сухая кожа, если у вас какие-то раздражения. Лучше перейти на какие-то комфортные температуры. То есть, чтобы вода была теплой, но не слишком горячей. И, наверное, это не совсем относится к уходу за кожей тела. Но, тем не менее, вот это правило, оно играет большую роль. Я стараюсь не перетапливать помещение. То есть, я знаю, что у многих прям там 27-30 градусов дома. Для меня это просто очень жарко. Я стараюсь, чтобы дома было прохладно. Даже сейчас, когда я снимаю это видео, у меня открыта форточка. Как видите, я сижу с длинным рукавом. Я при этом не потею. Мне комфортно. И у меня не такая уж высокая температура дома и в комнате. Я вообще постоянно проветриваю. Мне кажется, все правила, которые я перечислила, они очень слабо будут работать, если помещение очень натопленное. Потому что я знаю, что некоторые прям любят. Любят, когда дома жарко. При этом там закупоривают сразу форточки. Боятся, что будет сквозняк, что их продуют. Ничего такого не будет. На самом деле, это просто свежий воздух, нормальная комфортная температура в помещении. Это тоже очень большую роль играет. И в том числе отражается на состоянии кожи. И следующий момент, который тоже больше относится даже ко здоровью, но косвенно он также влияет на состояние кожи, это вода. Конечно, зимой больше хочется пить чаек. Я так и делаю. Хотя, конечно, рекомендуют именно чистую воду. Что она лучше всего увлажняет кожу. Но я думаю, какой-нибудь травяной чай, это тоже неплохо. Да, то есть обязательно поддерживать уровень влаги, увлажненности в теле. Это тоже очень важно. То есть пить 2 литра воды. Но если совсем не хотите воду, то хотя бы пусть это будет какой-то травяной чай, зеленый чай. Я постоянно, я постоянно зимой пью чаи. У меня целая коллекция зеленых, черных, травяных, облепиховый чай. Я просто обожаю в нем очень много витамина С. И это тоже влияет на состояние кожи. Потому что когда я работала в офисе и где-то я не успевала попить, плюс опять же вот это перетопленное помещение, у меня кожа была экстремально сухая, обезвоженная. И никаких кремов мне даже не помогали. Ну помогали, но не так эффективно. Поэтому прохладное помещение, проветриваемое помещение и большое количество воды, поверьте, тоже дадут классный результат. На этом все. Спасибо большое, что были со мной. В следующем видео уже буду показывать вам, наверное, больше банок по уходу. Это видео более такое было информативное. Всем пока. До новых встреч на моем канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok